Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Непокоренные, что украинские бойцы привезли из Канады? Охота на референдум, в Каталонии накаляются страсти, какие шансы, что голосование все же состоится? Селфи-диагноз, как с помощью фотографии выявить опасное заболевание? 8 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые медали. С таким результатом сборная Украины завершила соревнования в первых для наших военных играх непокоренных. 15 украинских спортсменов соревновались в атлетике, пауэрлифтинге, плавании, стрельбе из лука, велоспорте на шоссе. Лучшим в команде стал Павел Будаевский. Он завоевал 4 золотые медали в заплывах на различные дистанции. Напомню, игры непокоренных это международные соревнования. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученные при исполнении служебных обязанностей. В этом году на игры приехали те, кто воевал на Донбассе и получил там ранение. В зоне АТО за минувшие сутки ранены были четверо украинских военных. Возле Авдеевки и шахты Бутовка боевики открывали огонь из тяжелого вооружения, в том числе из танков и минометов крупного калибра. 9 раз боевики нарушали режим прекращения огня на Мариупольском направлении. Кроме этого, противник устраивает провокации на пунктах пропуска. Все подробности расскажет наш военкор Ирина Баглай. От наших товарищей оттуда, буквально 30 метров до позиции. Это РПГ-7, кусок гранаты, двигатель, хвостовая часть. Это нулевой пост вооруженных сил Украины на трассе Майорск-Горловка. В менее чем километре отсюда уже виднеется блокпост боевиков. И почти каждый вечер после закрытия контрольно-пропускного пункта Майорск противник выпускает подобные гранаты и снаряды в сторону пехотинцев. СПГ-снаряд. Два снаряда прилетели. Один сюда, один в соседнюю позицию. Обстрелы с ПКМ основным работают. Ночью целятся боевики по селу Зайцево. Ведут огонь из боевых машин пехоты один. Накрывая и позиции военных, и дома жителей снарядами 73-го калибра. До рассвета боевики загоняют свои БМП в укрытие. Предположительно прячут их за терриконом. Но скрыть следы работы боевых машин от местных жителей не получается. Сранку, когда БМП переезжает, на асфальте остаются следы. И сранку они эти следы подметают. Один раз они их просто там не подмели. Приехали их начальство в местах. Был разгон сильный. Быстренько выскочили звунями, подметали дорогу. Сами же местные жители не раз оказывались загнанными в ловушку противника. Зная, что КПП Майорск уже закрыт, боевики продолжают пропускать гражданские машины в нейтральную зону. В это время на постах уже нет пограничников, и военные не вправе пропустить людей через пропускной пункт. Поэтому прячут их в своих блиндажах, пока не утихнет огонь. Эти посадки, вдоль дороги, по которой едут с оккупированной территории люди на подконтрольную Украину, могут быть нашпигованы опасными для жизни сюрпризами. Боевики выходят из машин и, заходя в этот лесу посадку, могут оставлять там минозрывательные устройства. В основном микроавтобусы в непосредственной близости останавливаются к посадке, и начинаются какие-то движения. Непонятно, люди зашли, вышли, то ли просто по нужде, то ли какой-то сюрприз. От растяжки до управляемого взрывного устройства. Эти густые посадки военные не могут осмотреть и выявить угрозу. Это нейтральная зона. А вот противник регулярно по ночам совершают здесь вылазки, пытаясь подобраться ближе к позициям наших бойцов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Калиновке и близлежащих селах возобновили подачу газа. Подключили уже более 6 тысяч абонентов. Пожар на территории арсенала локализован. Сейчас саперы проводят разминирование по периметру складов и прилегающих населенных пунктов. Собранные снаряды подрывают в специальных минных тралах. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляют о том, что опасности для мирных жителей нет. И люди могут без опаски возвращаться в свои дома. Со стройматериалами для разрушенного жилья чиновники тоже обещают помочь. В Винницкой обл. администрации, к примеру, уже отчитались, что завезли в Павловку шифер, лес и окна. Трое украинцев погибли в результате крушения военного самолета возле столицы Конго. Об этом пишут местные СМИ. Мы обратились за комментариями в МИД Украины, но там сообщили, что пока проверяют эту информацию. Грузовой самолет, по данным СМИ, загорелся в воздухе вскоре после взлета из аэропорта Нжлили. Погибли 12 членов экипажа. Причины аварии сейчас устанавливаются. Сейчас в Конго в рамках миротворческой миссии находятся 250 украинских военных. Они занимаются авиационным сопровождением и воздушной разведкой. В Испанской Каталонии, похоже, не склонны к компромиссу. И завтра намерены провести референдум. Официальный Мадрид считает плебисцит незаконным. Полиция уже заблокировала часть школ, где обустроили избирательные участки. Но каталонцы заявляют, что голосование состоится. Из Барселоны подробнее Алексей Пшемызский. Каталонцы требуют референдум. Больше 10 тысяч сторонников независимости региона накануне собрались неподалеку от площади Каталонии в Барселоне. Люди держали флаги региона и выкрикивали «Да независимости нет!» и тиранией. Голосование должно состояться. У людей есть право сказать свое слово. Нельзя закрыть нам рты силой. Право голосовать – это основа демократии. Я не родился сепаратистом. Просто я каталонец, а не испанец. И не могу жить в стране, где люди заявляют, что Испания едина, но всегда говорят о нас в третьем лице «они». Тем временем жители Барселоны заняли сотню школ по всему городу, где будут расположены избирательные участки. Многие принесли спальники и палатки, чтобы ночевать в спортзалах. А местные кастельеры делали традиционные башни – одно из любимых занятий каталонцев. Люди уверены, таким образом не дадут полиции заблокировать голосование. Мы пришли сюда, чтобы не позволить закрыть школу. Мы будем сидеть здесь до стечения завтрашнего дня. У нас есть право голосовать, и мы с радостью защитим его. И детям весело. Но вот официальному Мадриду, похоже, не до веселья. В Барселону уже прибыли более 10 тысяч испанских полицейских, в том числе и отряды спецназа. Сегодня утром конвои с правоохранителями один за другим выезжали из городского порта в Барселоне. По словам правоохранителей, 1300 из 2500 избирательных участков по всему региону уже под контролем полицейских и голосовать там не дадут. Тем временем в столице Испании накануне прошел митинг противников независимости Каталонии. Более 70% испанцев за пределами региона выступают против отделения каталонцев. Мы за единую Испанию и будем защищать нашу страну. Мы против независимости и сепаратизма. Пусть им будет стыдно за то, что они творят в Каталонии. Это очень грустно. Небольшой митинг противников независимости прошел и в Барселоне. Несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием правительства региона. Они выкрикивали в тюрьму сепаратистов Каталония – это Испания. Не обошлось и без стычек со сторонниками референдума. Однако полиция быстро вмешалась. Избирательные участки здесь, в Барселоне, как и в других городах региона, должны открыться завтра в 9 утра. Испанская полиция обещает этого не допустить. В те времена многие сомневаются в том, что даже если люди все же проголосуют, их голоса удастся подсчитать. Ведь сегодня правоохранители заблокировали главные инфоцентры региона, куда должны были отправлять результаты голосования. Все ждут завтрашнего дня. Из Барселоны Алексей Пшимыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Америка закрывает двери. Администрация Трампа предлагает Конгрессу резко сократить прием беженцев, в том числе и из Украины. А на границе с Мексикой уже появились первые блоки будущих заграждений. Подробнее о стене Трампа и не только о ней Дмитрий Анопченко. В окрестностях Сан-Диего круглые сутки не умолкает шум тяжелой техники. Долбят, роют, вколачивают сваи. Эта пограничная служба США строит прототип стены, которую Дональд Трамп пообещал воздвигнуть на границе с Мексикой. И пока ни глава государства, ни пограничники до конца не определились, как именно она должна выглядеть, решено соорудить сразу восемь разных фрагментов, чтобы потом выбрать один из них и по его образцу уже всю стену строить. Часть секций бетонные, часть на основе металлической арматуры. Объединяет их одно высота до девяти метров, чтоб нелегалы уж точно не перелезли. Ограничения Белый дом вводит и для тех, кто хочет попасть в страну легально в качестве беженца. 35 лет назад, еще в 80-е, здесь был принят закон, который позволял принимать в Америке тех, кто ищет в ней убежище. Однако 2018-й может стать рекордным. На будущий год команда Трампа предлагает самый низкий лимит беженцев за всю историю этого документа. По задумке Белого дома в страну могут пустить максимум 45 тысяч человек. И это при том, что при Обаме каждый год до 80 тысяч принимали. При этом на всю Европу и Центральную Азию вместе взятые 2000 человек лимит. Что означает, из Восточной Европы пустят максимум несколько сотен, а из каждой конкретной страны, к примеру, из Украины, так и вовсе лишь десятки людей. А заявок на получение статуса беженца от граждан Украины в миграционной службе США сейчас тысячи. В основном от тех, чьи дома размобили на Донбассе, кто бежит от преследований боевиков. С точки зрения американского законодательства это серьезная причина. Или от тех, кто живет в Крыму и страдает от притеснений российских властей. При прошлой администрации они получали и статус, и помощь, но сейчас Соединенные Штаты действительно закрывают двери. В Белом доме говорят, их главный приоритет безопасность американских граждан и рабочие места для них, а не для мигрантов. И единственная надежда таких людей на Конгресс, ведь лимит скольких пускать. Администрация может только предложить. Финальную цифру утверждают все же законодатели. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Социал-демократы, социалисты и профсоюзы официально объединились в единый блок за простых людей. Сегодня состоялся первый всеукраинский съезд этой политсилы. О чем говорили, далее в материале. 12 часов дня. К Октябрьскому дворцу съехались сотни людей со всей Украины на первый съезд социалистов и социал-демократов. Эти партии вместе с профсоюзами уже официально объединились в единый блок за простых людей. В зале делегаты даже из-за границы. Лидером социалистической партии стал Сергей Каплин. Его кандидатуру поддержали единогласно. Кто за, кто против, утримался, решение принимается. Затвердили маніфест левых, где указаны как базовые стратегические задачи и цели нашего объединения, так и первочередные шаги. Где есть национализация, где есть уменьшение количества нардепов, где есть выборы Генерального прокурора людьми, где есть выборные судья, где есть требования увеличить зарплату, пенсию, стипендию и другие социальные выплаты простым украинским гражданам. Также, по словам Каплина, одна из первоочередных задач полицилы – объединить Восток и Запад. Партийные активисты уже готовятся к президентским выборам. У нас сейчас не защищены люди. 86% населения за чертой бедности. И всего 2%, которые даже не понимают, почему стоит хлеб. А у нас цены на социальные продукты выросли. У нас выросли цены на коммунальные платежи. Сегодня нет в политических колах, в великой политике, политических партий, которые представляют интересы простых людей. Вот, в частности, вчителей, лекарей, медиков. Есть представители бизнеса и сам бизнес. Поэтому я не вижу никакого выхода сегодня для простых людей, как только поддержать левые силы. А после съезда партийные активисты направились в Минюст и передали решение админсуда о незаконном назначении Ильи Кивы главой Социалистической партии Украины. Партийцы требуют зарегистрировать нового лидера социалистов Сергея Каплина. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Дело о гибели одесского моряка Руслана Шейхова получила продолжение. Напомню, бойца АТО нашли мертвым в селе Егоровка Одесской области. Как уже установлено, умер Шейхов от болевого шока в результате перелома 11 ребер. И вот, наконец, задержан подозреваемый. Это местный житель, бывший милиционер Владимир Злой. Ему объявлено подозрение по статье убийства по неосторожности. Суд уже избрал меру пресечения. Два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Напомню, первоначально следствие склонялось к версии, что матрос Шейхов умер от алкогольной интоксикации. Родственники погибшего изначально обвиняли именно бывшего милиционера в гибели Арслана и добились проведения повторной суд-медэкспертизы. Африканскую чуму свиней обнаружили в одном из сел Львовской области на границе с Польшей. Люди в панике, поскольку теперь они должны уничтожить все поголовье. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Три таких блокпоста оградили село Грозево. На въезде табличка «Карантин. Африканская чума». Колеса всех машин, которые выезжают из села, обрабатывают специальным раствором. Это делают для того, чтобы предотвратить распространение африканской чумы. А в самом центре села люди собрались на митинг. Жителям объявили, что всех свиней, а их здесь около сотни, уничтожат. У хозяев скотины настоящая паника. Все началось вот с этого двора. Накануне здесь одна за другой погибли четыре свинья. Вместе с ними еще несколько десятков поросят. Животных отправили на экспертизу. Она и показала, у свиней чума. В то, что свиньи теперь опасны для всего региона, жители Грозева верить отказываются. Для них это основной заработок и средства выживания. Мясо они не покупают, выращивают сами, часть продают. Одну свинью Ивана уже зарезала, вторую оставила до следующего года. Говорит, если отберут и эту, семья будет голодать. Я не могу себе позволить купить такую басу за 160 или за 200 гривен. Я себе лучше верю 50 грамм того мяса в зуб и сварю для детей. В Госпродпотребслужбе утверждают, все поголовье в селе нужно сжечь в ближайшее время. Даже если свиньи вполне здоровы, обещают ущерб компенсировать деньгами. Свиньи, которые мы будем от людей забирать, за них люди будут получать соответствующую компенсацию. Цена бы была в районе 25-30 гривен за килограмм живой ваги. Правоохранители и ветеринары также не пропускают мясо, птицу, молоко и яйца из Грозева. Карантин продлится 40 дней. Галина и Кошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовской области. Продуктовый шантаж. Немецкой полиции удалось задержать мужчину, который подброзил в магазины отравленные детские смеси. Кто он и зачем это делал, знает Татьяна Лагунова. Арестованный больше не опасен. Немецкая полиция задержала мужчину, который несколько дней шантажировал крупные торговые сети страны. Он угрожал добавить яд в продукты питания, если руководство супермаркетов не заплатит ему 10 миллионов евро. Задержать шантажиста удалось благодаря помощи немцев. После того, как силовики распространили фото и видео подозреваемого, в полицию поступили сотни звонков. Одна из наводок сработала и сегодня утром вымогателя арестовали. Известно, что ему 53 года, немец живет в городе Тюбинген. Имя и мотивы полиция пока не называет, но уже известно, что мужчина страдал психическим расстройством. Шантажист держал Германию в страхе несколько дней. Он пригрозил, что подкинет в супермаркеты по всей стране 20 различных отравленных продуктов. И чтобы доказать, что не блефуют, сообщил полиции уже, добавил яд в детские смеси и указал конкретный магазин. Силовики изъяли партию и обнаружили в ней теленгликоль. Вещество, смертельно опасное для человеческого организма. Несмотря на то, что мужчина арестован, полиция призывает потребителей не терять бдительность. И ни в коем случае не покупать товары с поврежденной фабричной упаковкой. Вполне возможно, что злоумышленник или его сообщники успели подбросить в магазины и другие отравленные продукты. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Решение ЕС о торговых преференциях для Украины опубликовано в официальном журнале организации. Это означает, что украинские производители отныне смогут ввозить в Европейский Союз больше товаров без пошлин. Каких именно и о чем еще Киев договаривается с Брюсселем, выясняла Елена Абрамович. Обработанные томаты, мед, соки, пшеница, кукуруза. Годовые объемы на беспошлиный ввоз этих продуктов украинские производители исчерпывают буквально в первые недели года. Повысить квоты Брюссель пообещал еще прошлой осенью. Завершились бюрократические процедуры только теперь. Тем временем, украинская сторона решила начать с ЕС разговор о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли. Украине нужно провести работу, которая называется оценка действий угод. Для того, чтобы в любых разговорах позиция Украины была подкреплена фактами, цифрами и розрахунками. Поэтому мы проинформировали европейскую сторону о том, что мы такую оценку будем действовать. Завершить оценку Украина собирается до начала следующего года. Пока же от Брюсселя ждут помощи для украинского бизнеса. Ведь преимуществами свободной торговли многие не пользуются просто из-за непонимания, как это сделать. Обговоривалось о вопросе поддержки Европейским Союзом, создания в Украине системы поддержки экспорта. Это как институции с поддержкой экспорта, так и экспортно-кредитного агентства, и также унификованного веб-портала для украинских экспортеров. Эти вопросы планируют поднять также на саммите Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в конце ноября. Украина готовит к этому форуму и ряд других предложений, рассказал наш посол в ЕС. Створение условий для введения в Украину системы отсутствия роминга, которая существует уже в государственных членах. Это цифровая экономика, весь пласт. Это вопросы транспортных коридоров и, скажем, создания дополнительных фондов для поддержки малого и среднего бизнеса. Пока Киев ищет новые пути сближения, Брюссель, похоже, немного отступает. По крайней мере, тут пока не могут согласовать другой вопрос, какие формулировки выбрать для итоговой декларации саммита. Ведь некоторые страны уже не хотят признавать европейские устремления Украины. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В то же время у себя на родине отечественных промышленников может ожидать очередное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Цену хотят поднять почти на 23%. Металлурги, горники и химики утверждают, что это увеличит себестоимость их продукции. Кроме этого, рост тарифов забирает у предприятий деньги, которые могли бы пойти на модернизацию. За промышленников вступились депутаты оппозиционного блока. За последние три года уже несколько раз повышались тарифы на ЖД-перевозки. Это окончательно заберет у наших экспортеров деньги, которые могли бы пойти на повышение заработных плат, пойти на модернизацию предприятий. Нам необходимо эффективное антикризисное законодательство, антикоррупционное, антирейдерское. Необходимо заниматься нашей промышленностью, а не закупать все необходимое за границей. И сегодня Александр Вилкул сообщил о том, что его политсила намерена обратиться в Конституционный суд относительно нового закона об образовании, поскольку документ, по их мнению, противоречит гарантиям о соблюдении прав национальных меньшинств. Об этом оппозиционер заявил в Кривом Роге, где принял участие в фестивале искусств национально-культурных общин. Эти пещерные законы об образовании, которые запрещают учиться на родном языке, на том языке, на котором мать пела колыбельную, это то, что нас тянет назад. Сейчас мы подаем обращение в Конституционный суд. Эти законы, которые просто разъединяют общество, должны быть отменены. В Украине живут не только украинцы, и каждый народ должен прославлять свою нацию, и все должны об этом знать. И Азербайджаны, и Армении, и Грузии. Фестиваль искусств проходит в Кривом Роге уже в седьмой раз. В этом году он был особенно масштабен. Сначала участники прошли колонны по главному проспекту города, пронесли стометровые флаги Украины и Кривого Рога. А на одной из площадей гости праздника могли попробовать национальные блюда украинской, польской, армянской и турецкой кухни. В Запорожье радикалы пытались сорвать фестиваль равенства. Подобное мероприятие проходит в городе второй год подряд и призвано напоминать обществу о недопустимости гендерной дискриминации и насилия в семье. В этот раз беспорядки начались еще до открытия мероприятия. Более ста молодых людей в балаклавах блокировали вход, пытаясь не пустить гостей в арт-центр Лофт. А потом и вовсе напали на участников и избили двоих девушек. Только после этого в ситуацию вмешалась полиция. Разогнав толпу, правоохранители задержали семерых. Их доставили в райотдел. И к ним пришли в гости десанкционированные ребята с Ультрас, которые спили девочку. Пришлось в коллекции вмешаться. Мы задержали человек 6-7. Вот сейчас с ними проведем беседы, повторифируем и покажем каждому вино, что они сделали. Видно, что им, не знаю, неподнолетние. Их очень много. И такое, мне кажется, впечатление, что они привезены из Ультрас. Они все ображают. Они все абсолютно дикунски себя ведут. И сейчас просто шокованы уже в друге. Потому что просто людей, девчонки вымогали. После чего министр здравоохранения США лишился своей должности. И что объединяет супругу Джорджа Клуни, Амаль и папу римского Франциска. Об этом и не только в нашем обзоре. Долетался министр здравоохранения США. Ушел в отставку из-за любви к роскоши. Оказалось, что в командировке Том Прайс летал на дорогостоящих частных самолетах. Вместо того, чтобы покупать билеты на обычные коммерческие рейсы. Вип-перелеты министра за 5 месяцев обошли с американским налогоплательщиком в 400 тысяч долларов. Прайс заявил, что раскаивается и пообещал вернуть деньги в бюджет. Американская разведка ищет русскоязычных сотрудников. СРУ объявила о наборе в лингвистический отдел. На первом этапе к соискателям всего три требования. Знание русского, высшее образование в Америке и интерес к национальной безопасности. По словам разведуправления, работа агента-лингвиста будет состоять в выявлении правды. Ангела Меркель, Папа Римский и Амаль Клуни могут стать претендентами на Нобелевскую премию мира. Всего в списке кандидатов 215 человек и 103 организации. По традиции, их имена будут держать в тайне 50 лет. Мы же узнаем от 5 до 20 претендентов, отобранных Нобелевским комитетом. Ангелу Меркель могут наградить за прием беженцев, а красавицу жену голливудского актера Джорджа Клуни за юридическую защиту жертв геноцида езидов. Нобелевская неделя стартует уже в понедельник. Дорого и еще дороже. На ремонт главного символа Лондона придется потратить вдвое больше запланированного – 61 миллион фунтов. Как оказалось, техническое состояние Биг Бена еще хуже, чем предполагали. Знаменитые часы молчат с конца августа. Тогда начался ремонт башни и продлится он ориентировочно 4 года. Сделай селфи, проверь здоровье. С помощью только мобильного телефона можно определить рак поджелудочный. Новая программа проверяет глаза по фотографии, определяет уровень желчного пигмента билирубина, окружающего зрачок. Таким образом можно выявить ряд серьезных заболеваний, в том числе рак поджелудочный, который редко диагностируют на ранних стадиях. Принц Гарри и экс-президент США Барак Обама сходили на игры непокоренных. Посмотрели волейбольный матч инвалидов-колясочников. Молодой принц и президент дружат уже несколько лет. Они любят подшучивать друг на другом. Когда игры непокоренных проходили в Штатах, Обама бросил вызов Гарри с помощью видеопослания. Тот ответил не сам, а с помощью бабушки-королевы. Ее величество посмеялось над озорством Обамы. Блогер против нардепа, бегающий банкир Андрей Анистрат усомнился в заявлении Юлии Тимошенко о ежедневной 10-километровой пробежке. В ответ лидер Батькевщины пригласила его на совместную тренировку. Кто выиграл этот спор, расскажет Ольга Теребинская. Несколько дней тому назад в фейсбуке на странице Андрея Анистрата появилось видео, где он проверяет бассейн экс-президента Януковича, в котором тот якобы каждое утро проплывал 5 километров. К этому же видео прикрепляет заявление Юлии Тимошенко о ежедневной пробежке на 10 километров. В словах политика блогер усомнился. Юлия Владимировна, конечно, не подкачала. Десяточка, каждый день. Хочу я посмотреть на это. Даже пульс померять. В ответ политик пригласила блогера пробежаться вместе. Семь утра. Место встречи. Заповедник в Конче-Заспе. Все на месте. Юлия, Андрей и журналисты. Он не верит, что я роки в 20 бегаю. Бегаю 10 километров. Тут у меня пляшка горного вина. О, так что, бегусь? Да. Да. Перебивайте кто? Чтобы на 100% убедиться в правдивости слов политика, Андрей основательно снарядился. Мини-камера, квадрокоптер, а на руку Юлии Владимировны одел специальный прибор, чтобы следить за ее пульсом. Если он превысит 155 ударов, значит бегает политик не каждый день. Стартуют под прицелом камер. И в лучших традициях блогерства все происходящее сразу же транслируется в прямом эфире на Фейсбуке. Ребята, мы сегодня выбежали с Юлией Владимировной на то, чтобы зафиксировать 10 километров. Вот. Юлия Владимировна Тимошенко. Точно на Петровка. Первый круг, второй, третий, а значит большая часть дистанции уже позади. 6 километров, 40 млм, пульс 150. И вот последний пятый круг. На датчиках 9,5 километров. А значит полную дистанцию еще не преодолели. Решили бежать еще один. Ура! Юлия Владимировна Тимошенко. Сколько? 12 километров, година 20. На самом деле мне важно было, чтобы, ну, вот эти такие не очень добрые условия ваши в мою сторону, чтобы были споростованы. Стёп, я вас переконую, что стану Юлии, який я побачил, если бы бегали послезавтра марафон, полную дистанцию марафона, 42-200, вот я гарантую, что Юлия Владимировна закончила бы его за 4.30. Пульс ниже 150, это значит, что человек каждый, ну, постоянно в тренингах. Это значит, что сердце в ней великое. Вот сердце там в ней было, сердце великое. Треновое, да? На 42 километра пока не согласилась, но половину дистанции пообещала преодолеть. Так что 8 октября в Мюнхене Юлия Тимошенко пробежит свой первый полумарафон. Ольга Теребинская, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи завтра. Продолжение следует...